Владыка, благословите благополучным прибытием вас в далекую от нас страну, некогда часть нашей огромной страны. Добрый вечер, дорогие отцы, матушки, дети. В прошлый раз мы остановились на моменте, как будущий святитель японский у себя в Академии увидел объявление о наборе, скажем так, о приглашении миссионера в Японию. И вот понятно, что студент, молодой человек увидел, но не сразу решил, а в этот же день пошел на всеночное бдение в Академический храм. И вот потом он позже в дневниках своих вспоминал о том, что именно в этот момент, в момент его присутствия, в момент его молитвы за всеночным бдением, он размышлял о таком предложении, о таком приглашении, которое увидел. И вот именно в этот момент ему пришло решение. Оно как бы внешне произошло, может, для окружающих незаметно, буднично. И когда он думал, не ехать ли мне, задавал сам себе вопрос, да, нужно ехать. Это вот было его такое решение, этот голос звучал в его совести, но ехать нужно только неженатым. Он в тот момент уже для себя решил. Это, конечно, было сложное решение. Ну почему? Я думаю, на одном моменте мы сейчас остановимся, почему это было. Хотя до конца всю гамму чувств и переживаний вряд ли мы увидим, но что-то нам будет доступно. Что-нибудь одно, он говорил так, или семейство, или миссия, да еще в такой дали и в неизвестной стране. Это он рассказывал будущему патриарху московскому и всей Аруси, Сергию, на тот момент Архимандриту Строгородскому. Но вот есть один момент, который я хочу отметить. Об этом говорит сам святитель Николаев в дневнике. Святитель признавался, что на его решение принять монашество тоже повлияла книга, только что вышедший тогда роман Гончарова «Обломов». «Мы все русские, весьма склонны к этой обломовщине», – заключил он для себя, закрывая книгу. «И в обычной жизни из нее как будто уж и не выберешься, так она и насядет на тебя. Нужно выбирать что-то одно или исполнение идеала высоты, вообще всего, что для меня представляется высоким, и в таком случае порвать всякие связи с обычной сутолокою и бессодержательностью семейной и хозяйственной жизни. Или, напротив, идти обычной колеей семейной жизни, и тогда, конечно, придется позабыть всякие идеалы». Вот очень такое многозначащее, красноречивое признание – один из критериев выбора молодого человека. Ну, позже уже эти мысли были на бумаге отображены. «Решено», – сказал он себе, – «следует избрать именно это – миссионерское служение, заключающее в себе высокие идеалы, а также монашество, помогающее эти идеалы воплотить». Вот такие вот мысли были у молодого человека. Ну, вот, решение принято. Побежал студент Иван к ректору. Удивительное дело, неурочный час для приема, но набрался смелости и побежал. Ректор на квартиру к нему. Ректор с сочувствием, с пониманием отнесся вот к такому поступку молодого человека и пообещал, что на следующий день доложит митрополиту Санкт-Петербургскому. Так оно и получилось. Ну, вот, Япония – страна далекая, непонятная, неизвестная. Вот, что писал Гончаров в своем фрегате «Паллада». В географии и статистике мест со седлым населением земного шара почти только один пробел и остается – Япония. Странная, занимательная, пока своей неизвестностью, земля. Вот о том, сколь далекой неведомой страной была в ту пору Япония, можно судить по одному эпизоду, который произошел с земляком святителя, протеереем Петром Синявским. Отец Пётр явился вместе почтам с письмом, адресованным в Японию. И он этим самым привел почтмейстера в большое затруднение. После долгого раздумья тот спросил, а в каком это государстве будет Япония? Япония и есть государство, наш сосед на Дальнем Востоке. «Нет, я не знаю такого государства, и принять вашего письма не могу». Тогда отец Пётр попросил своего товарища, учителя географии, удостоверить почтмейстера в том, что Япония действительно существует. Однако почтмейстер долго не хотел верить и учителю. Он сдался на конец и принял злополучное письмо только после того, как учитель географии показал Японию на карте мира. И даже чуть ли не целую лекцию прочел ему об этом таинственном государстве. Для жителей Российской империи, даже те, кто слыхал о существовании Японии, она была чем-то почти сказочным, неким неведомым тридевятым царством, тридесятым государством. Вот это как бы один географический момент. А вот второй момент – принять монашество. Ну вот однокурсники, товарищи, приятели Ивана Касаткина вспоминают. И в частности, в прошлый раз, когда мы уже цитировали епископа Анастасия Поцкого, вот такой эпизод он описывает. И именно это произошло в тот вечер, когда Иван Касаткин принял решение о том, чтобы проситься в миссию в Японии. И пошел к ректору. И вот, обращаясь к владыка Анастасии, обращаясь к еще одному своему и святителю Николаю приятелю по Академии, Григорию Афанасьевичу Полисадову, говорил. А помните ли вы, Григорий Афанасьевич, тот вечер, когда в номер, где жили вы, Самоцветов, Попов, Орлов и другие, и в котором случайно находился и я, быстрой походкой вошел возбужденный и взволнованный студент Касаткин и громко объявил. «Братцы, сейчас я был у отца ректора и изъявил желание поступить в японскую миссию и ехать в Японию». Тогда к такому заявлению мы отнеслись как-то индифферентно. И едва ли кто из нас тогда подумал, что этот недождавшийся окончания академического курса студент составит себе историческое имя. И что известность его пронесется из края в край по всему православному миру, что он там, на Дальнем Востоке, заплясает яркой звездой и явится буквально светом во откровение языков, обратив ко Христу десятки тысяч язычников, построив для них многочисленные православные храмы, основав многие училища и переведя бакослужебные книги на японский язык. И все это действительно совершилось. «Благодаря неустанным трудам, великим подвигам и молитвенному непрерывному благовестию нового апостола, бывшего когда-то студентом Санкт-Петербургской академии 24-го курса, а ныне Христова-святителя архиепископа Николая, честь и слава ему, благоговею я перед этим именем». Высокая оценка, надо сказать, это еще задолго до канонизации. На следующий день после этого события, согласно заявлению Владыки Нектария, ректора, вопрос действительно был практически решен. Митрополит Новгородский Санкт-Петербургский Григорий Постников, горячо симпатизировавший вообще молодому иночеству, лично представил дело в святейший село. И в результате добрый порыв Ивана Касаткина был оценен церковной властью по достоинству. Ему не только было предоставлено место в Японии, но также благодаря личному ходатайству митрополита Григория, будущему святителю, недоучившемуся, но подающему большие надежды студенту, была присвоена ученая степень кандидата в богословие без предоставления соответствующего квалификационного сочинения. И вот 23 июня 1860 года был совершен монашеский постриг Ивана Касаткина с именем Николая. А 30 июня он был рукоположен сам иеромонахом. Постриг совершил сам ректор Академии Владыка Нектария. Любопытно, что, наставляя будущего миссионера, Владыка Нектарий сомневался в успехе миссии недоучившегося студента Академии. В своем слове, произнесенном после пострига, новому монаху ректор Академии, между прочим, сказал, «Господь один ведает, что ожидает тебя в этом дальнем пути по суше и морю, в этом служении церкви в стране языческой. Конечно, может быть, недолго пробыть там суждено тебе, может быть, не в подвигах апостольства, а в тишине мирного богослужения и молитв пройдет там жизнь твоя, и с помощью Божией ты возвратишься на родину цел и здрав, с приобретением разнообразных сведений и запасом опытности в жизни, с искусством и навыком в терпении и побеждении опасности. Возможно, это было и не сомнением, а попыткой успокоить взволнованную и метущуюся душу молодого монаха, который с трепетом ожидал будущего». И вот, кстати, о своем постриге, обстоятельствах с ним связанных сам святитель в своем дневнике от 30 марта 1889 года писал следующее. «Как я уехал сюда в 1860 году? Самое благонамеренное и неудержимое желание служить церкви толкнуло, неудержимое говорю, ибо все-все до единого, точнее даже все-все до единого кругом удерживали от этого шага, собственно, от монашества, ибо тогда было время самое антимонашество. Я считал бы себя эгоистом и прочее, если бы не поехал сюда». И вот нужно отметить, что время, свидетельствуют историки, действительно было, вот конец 50-х годов XIX века и два последующих десятилетия в определенном смысле были временем антимонашеств. Об этом в цитированной высшей речи говорил и епископ Нектарик, который смог потрясающе, кратко и емко в виде вопроса сформулировать основные положения, которые использовались критиками ученого монашества на протяжении всего дореволюционного периода. Вот цитата. «А что сказать о тех враждебных отношениях к нам, которые нередко становятся и свои, и чужие, и по которым называют наше вступление в монашество порывом честолюбия, наше смирение и терпение лицемерием, наше благочестие ханженством, нашу твердость в правде упрямством, нашу ревность о благе, общем или о пользах церкви, властолюбием и фанатизмом, нашу доброту и кротость, слабостью и малодушием, нашу ласковость и приветливость человекоугодничеством и искательством? Что сказать о тех жалких заключениях, которые так часто в наше время делают от одного случая в жизни инока к негодности всего монашества? На все эти вопросы и претензии, предъявляемые тогдашним обществом, ученому монашеству, на этот вызов, провозглашенный устами преосвященного ректора Академии святитель Николай ответил всей своей подвижнической жизнью, доказав себе, своим товарищам и наставникам, что совсем не напрасно для миссии в Японию, избрали, по большому счету, недоучившегося студента Санкт-Петербургской духовной академии Ивана Касаткина, ставшего одним из лучших ее выпускников. Студент, который в семинарии не очень любил древние языки, в совершенстве овладел языком японским. Студент, который в годы обучения в Академии игнорировал миссионерское отделение, стал одним из выдающихся миссионеров русской церкви за весь многовековой период ее существования. Студент, который в молодости был заводным и веселым юношей, стал образцовым монахом и строгим подвижником. И вот отправляется Ермолах Николай в июле 1860 года на место своего служения. Он заехал на родину попрощаться с родными, пробыл всего там три дня в своем родном селе или селице даже. и отправился в путь. Ну, путь, можете представить себе, насколько долгий, насколько утомительный. А его отец благословил дорогу Смоленской иконой Божьей Матери. И эта икона сопровождала святителя Николая всю его жизнь до самой смерти. И эту икону потом несли и на его погребение. Вообще спешил отец Николай на Дальний Восток, на Тихоокеанское побережье для того, чтобы успеть на последний пароход, который отправлялся в русское консульство Хакадапе, в Японию. Но он опоздал. Так не спешил, опоздал. Последний пароход ушел, и отцу Николаю пришлось остановиться на зимовку в Николаевске-на-Амуре. А за два года до этого Николаевск стал епархиальным городом для Камчатки, Курильских и Оливудских островов. И архиереем там был как раз преосвященный Иннокентий Вениаминов, он же митрополит Московский и Коломенский, знаменитый своей истинно христианской миссионерской деятельностью среди северных малых народов. И вот он, уже будучи маститым миссионером, маститым архиереем, он отнесся к молодому будущему миссионеру, отцу Николаю по-отечески. И задержал, получается, его у себя почти на год. Отделясь с ним миссионерским опытом и давая мудрые советы. Это было настоящей миссионерской школой, тем курсом наук, которые академия не могла дать практически. И, кстати, владыка Иннокентий, святитель Иннокентий, для святителя Николая являлся как бы новым Стефаном Перским. Вот как бы он так высоко его ставил. Вот что сделал в тот момент, в момент совместного пребывания в Николаевске, в момент общения, что сделал владыка Иннокентий. Он научил отца Николая необходимости помогать своим посомам в их бытовых и культурных нуждах. Обучал их ремеслам, гигиене, санитарному делу и борьбе с болезнью. С вниманием относился высокопреосвященнейший Иннокентий, уже митрополит московский, когда был, к японской церкви и к святителю Николаю много лет спустя. Вот Владыка Иннокентий даже напутствовал Марию Александровну Черкасову. Вот она пишет в своих записках русской миссионерки вспоминает напутствия митрополита Иннокентия. Когда приедете в Японию, сами увидите, что эта церковь находится под особым непосредственным руководством Божия промысла и самих людей на служение ей Господь избирает. И вот как ехал, с какими мыслями отец Николай отправился в Японию. Когда-то он приехал только в 1861 году, ехал и сохранял юношеские мечты и представляя себе свою Японию как бы невестой, ожидающей его цветами и внимающей евангельскому благовестию. Он надеялся встретить там народную любовь и благодарность. Тем более он надеялся на теплый прием соотечественников в консульстве. Но и это не оправдалось. Консул встретил его высокомерно. Отца Николая русский консул часами держал в передней, отдавая его на унижение перед язычниками и немедленно выбегая с распростертыми объятиями, когда ему докладывали, что русского консула удостоил посещением Бонза. Хотя сам же консул просил прислать ему священника с высшим духовным образованием, но видимо молодость и несветские манеры присланного не вызывали в нем уважения. Только позже отец Николай снискал доверие и теплое отношение дипломатического корпуса и даже инославных христиан. На первых же порах он был одинок. Пред ним была в полном смысле этого слова чужбима. И святитель с горьким юмором потом вспоминал свою встречу с Японией. Приехал и смотрю. моя невеста спит самым прозаическим образом и даже не думает обо мне. Тогда я был молод и не лишен воображения, которое рисовало мне толпы отовсюду стекавшихся слушателей. можно представить себе энтузиазм, решимость, мечты, надежды молодого миссионера и что он увидел в реальности, когда приехал. Увидел он, конечно, очень неприглядную для себя неблагоприятную обстановку. Жизнь показала совершенно иное. Японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту, которой могут принадлежать только преступники. Кроме этого и правительство издало такой указ, если бы сам христианский бог появился в Японии, то и ему голову дало. Надо мной издевались и бросали камнями. Это вот вспоминает так свидетель Николая. Но Япония в тот момент для христианства не была девственной такой почвой, потому что христианство там проповедовалось еще и в 15 веке, в 16 веке, и там инославные были миссионеры, католики, позже и протестанты конечно появились, но там католики же у нас известны своим не очень таким христианским отношением, в частности иезуиты. Они начали уже и в политику вмешиваться. В общем, там было очень много неприглядного, неприятного и это, конечно, не могло никак не отразиться на изменение отношения к христианству, к миссионерам и христианам японцам. Начались всевозможные гонения и вот уже это в 16 веке, было в 1587 году, когда запретили христианство и были первые казни. Для информации так вот, были распитые 6 францисканцев, 3 иезуита и 17 японцев. А вот в 17 веке, в 1624 году возникло уже массовое гонение на христиан. Надо сказать, что, в общем-то, японцы очень стойко переносили. Конечно, были слабые, малодушные, но очень стойко. Хотя отец Николай отзывался в своих записках с осуждением этого восстания, борьбы с гонителями, с притеснителями, потому что нигде мы не знаем из истории, что христиане сопротивлялись. То есть, само военное сопротивление христиан гонению противоречит евангельскому духу. Ну, отец Николай не мог это одобрить. Но, тем не менее, сами гонения показали твердость в вере христиан, на что они способны. Вот их изжигали христиан и закапывали живыми в землю и распинали. Хотя для Японии распятия не было такой обычной национальной казни, но для христиан сделали такое. Ну, конечно, то, что было сделано в христианстве, было разрушено в это время. Практически все. И вот шли столетия гонений и вплоть до конца XIX века. народу систематически прививались представления о христианстве как о зловредной секте изменников и изменников родины и колдунов. Но если бы вообще иностранцы были в Японии на подозрении, вообще иностранцы, то к духовенству христианскому были наибольшие ненависть и презрение. Вот в такую атмосферу и попал иеромонах Николай в Японию. Сама страна настолько отличалась от всех его представлений о ней, что очень скоро он понял необходимость изучить и ее, с ее историей и культурой и язык. Без этого вся миссионерская деятельность была невозможна. Об этом пишет отец Николай, директор Азиатского департамента Министерства иностранных дел Стремоухову. Отправившись в Японию в звании настоятеля консульской церкви, но с миссионерской целью, я старался в продолжении моего восьмилетнего пребывания там изучить японскую историю, религию и дух японского народа, чтобы узнать, в какой мере осуществимы там надежды на просвещение страны евангельской проповедью. Конечно, в миссионерских видах я никак не рассчитывал на собственные силы, но мне казалось святотатством просить себе сотрудников прежде, чем я уверен, что их силы, отвлеченные от непосредственного служения России, не будут потеряны для людей вообще. Чем больше знакомлюсь со страной, тем больше убеждаюсь, что очень близко время, когда слово Евангелие там громко раздастся и быстро понесется и с концом в конец империи. Уже вот в этом отрывке письма сказались и характер и умонастроение ермонаха Николая. Здесь и указания на его изучение страны в эти первые восемь лет пребывания в ней, и любовь к родине, и чувство ответственности перед ней. Он действительно нес свое служение Господу со страхом и трепетом. Как работал в эти годы, изучая Японию, ее культуру, язык, в общем-то, известно много. Были приглашены три учителя. Да, у нас сейчас многим ученикам такое рвение, старание, такое желание. Три учителя по одной простой причине. Они уставали, но ученик не уставал. То есть преподаватели сменяли друг друга. Первый учитель прозанимался два дня и больше не приходил, боясь преследований. Это уже вторая сторона. Потому что приходилось скрываться, конспирироваться. Ну вот с первым так получилось. Но Святой Николай не ограничивался занятиями у местных учителей. Он не упускал случая посетить какого-нибудь заезжего рассказчика. Это видимо так было принято. Любили. Там даже в Японии в то время были, я сам об этом узнал, говорильни, где собирались для каких-то бесед, послушать какие-то, может быть, даже проповеди может быть. Вот отец Николай ходил слушать и буддийских проповедников. Об этом тоже рассказывает отец архимандрит Сергий, это преемник святителя Николая. Он очень много интересных воспоминаний оставил о святителе Николае. Эти вот сведения вообще драгоценны для раскрытия характера святителя Николая и глубокой жизненности всей его деятельности и миссионерской и научной. И вот здесь можно вспомнить апостола Павла, который, произнося речь в Ариапаге, ссылался на эллинского поэта. А святитель Николай готовил себя к проповеди на японских шхунах и в японском обществе в японской столице и в северной рыбацкой деревне. Он должен был усвоить и приемы японского красноречия и самую манеру японского мышления. Поэтому от книг он отрывается, чтобы идти в говорильни, обедает в дешевых столовых, заходит в кумирни, где он должен был узнать, чем живет умственно, духовно и фактически этот народ и как он молится в городе и в деревне. Что касается изучения японского языка, да, мы знаем, что на это его в том числе подвигнул и святитель Николай, который был в Кокодакте, попав в корабль кушения, корабль погиб, святитель Иннокентий тоже чудесно спасся вместе с другими путешественниками и увидел у отца Николая книжки на французском языке. И он говорит, оставить бы все это сейчас и заняться бы тщательно изучением японского языка. Но кроме японского языка, ведь приходилось отцу святителю Николаю, отцу Николаю на тот момент общаться и с инославными миссионерами, с иностранцами. И параллельно с японским языком отец Николай осваивал и английский язык, который в то время в Японии являлся международным для иностранцев. Скромную русскую православную церковь Хакодаты и ее настоятеля узнали и инославные христиане, и уже с тех пор святитель Николай снискал их уважение, сам относясь к ним мирно и доброжелательно. У инославных христиан тогда еще не было духовных лиц, а вот отец Николай стал пастырем для всех них. Многие больные звали его, ища себе духовного утешения, а все семейные события, праздники гражданские не обходились без отца Николая. Все христиане таким образом без различия вероисповеданий сплотились средь ненавидящей их толпы язычников в тесный кружок около отца Николая. Ну, конечно, наблюдал, познавал, узнавал, изучал отец Николай Японию, все сферы жизни японцев и делал, конечно, выводы, анализировал свои наблюдения. Вот в письме к Сремовухову он писал так, здесь образование невысоко и неглубоко, но зато разлито почти равномерно по всем слоям народа. Весной вы идете по улице и видите толпы ребятишек, пускающих змея. Нас заинтересовала чудовищная рожа, намалеванная на змеи. Спросите у ребятишек, кто нарисовал? Они на перерыв друг кто нарисован? Они на перерыв друг перед другом поспешат рассказать, что это Кикимора или Такаудзи или другой и будьте уверены, что расскажут историю удовлетворительно. Мать или старший брат, готовя им змея, позаботились в то же время ознакомить их с этим историческим лицом. Здесь такое множество общественных библиотек и так баснословно дешево берут за чтение книг, что вам даже не нужно трудиться ходить в библиотеке, потому что книги разносятся ежедневно по всем улицам и закоулкам. Вот читая такие строки, можно видеть, как молодой тесниколай идет по японской улице разговаривать с детьми, наблюдает остро и проницательно народную жизнь, семейную и общественную. И вот в этом письме дальше отец Николай делает философский вывод. Гений народа не может развиваться без взаимодействия других народов. Японцы одарены удивительной упругостью духа. И вот этот народ отцу Николаю предстояло учить, научать, просвещать. Я думаю, на этом можно вторую часть окончить и в следующий раз продолжить опять же с Божьей помощью по благословению Владыки. Благодарю всех за внимание.